Конечно, есть. У кого нет заинтересованности в украинском боксе и в украинских боксерах? Это одна из лучших школ бокса, официально признана и неофициально. Заинтересованность есть. Интересен Аллу Сиесте конкретно, поэтому я сейчас нахожусь на Украине, потому что очень талантливые боксеры, очень крепкий народ и очень сплоченный народ, поэтому мне, конкретно мне, а я европейский промоутер, украинский рынок, боксерский, очень интересен. Ну, рынок развивается, не хватает многого, но я смотрю, что происходит эволюция определенная и все становится лучше. Больше шоу, больше боев. Конечно, таких ярких имен, как Ломаченко и Усик, пока нет, но вроде есть Хижняк там, который подкрадывается потихонечку с Божьей помощью после Олимпиады, станет профессионалом. Ну и Усик с Ломаченко продолжает греметь, как говорится, и поддерживает статус украинского бокса, украинского бокса. Вот, поэтому, ребята, украинский бокс в почете и очень силен. То есть молодых боксеров, но пока ярких имен таких нет, чтобы они прямо сейчас доминировали, потому что многие уже как бы немножко неудачно провалились, там, ребята, которым шло поколение параллельно. Ну так, Усика и Ломаченко, у них еще есть шанс поддерживать статус украинского бокса и шуметь, продолжать шуметь. Особенно у Александра Усика, у которого вот-вот на пути большой бой за звание чемпиона мира. Шансы большие, поэтому надеюсь, и его поддерживаю полностью, чтобы Саша навел полный шорох и фурор, и нашумел как можно сильнее. Это нам всем выгодно. Джошуа должен думать о том, что он противопоставит Усику и его великому таланту. Усику, а Антони Джошуа волноваться вообще не надо. Ему надо боксировать в своем стиле и побеждать. По идее, да, все зависит от Василия Ломаченко. Попросить у Господа нового благословения и вдохновения. Васе не хватает вдохновения просто. Ему надо опять вдохновиться и проголодаться. И все будет нормально. Если он сможет это сделать, мы его опять увидим наверху. Судьба есть, опять же время покажет. Мы увидим Дениса Беринчика в бою против какого-то серьезного соперника, и Денис имеет шанс сам все поставить на свои места. Пан или пропал. Я надеюсь, что у Дениса Беринчика яркое будущее. Ну а там все от него самого зависит. Это редкая ситуация, когда у боксера есть все, чтобы доказать самому. Никаких преград нет. У него великолепный промоутер. За ним Украина. Поэтому, Денис, дерзай. Все зависит от тебя. Дима Митрофанов, опять же, ну крепкий парень, рабочий. Не знаю, насколько далеко пойдет. Опять же, нужны хорошие соперники. Асинее Байфилда разобрал. Ну асинее Байфилд середнячок. Как Дима выступит с всякими Антони Фаулерами и Тедами Чизманами, Тимофеями Дзю, Магомедами Курбановыми, Магомедами, мы увидим. Поэтому нужен опять же бой. Опять же, Саша, набери мне, пожалуйста, Красюка. Мы сделаем с тобой прекрасный бой, и мы проверим Диму Митрофанову и увидим, на что он способен. Вроде по задаткам все есть. И бокса харизма. Это сенерджи, который необходим просто и то, и то. Очень крутой боксер без харизмы далеко может не пойти. И харизматичный рисовщик-инстаграмщик без бокса точно никуда не уедет. До первого нокаута. Мечтай, работай, тренируйся. И мечта должна превратиться в реальность. Все зависит от тебя, помни. Но если ты готов, дай нам звонок, и мы тебе тоже поможем. Мечтай, работай, тренируйся.